Она еще даже не поздравила своих главных мужчин, папу и брата. Это успеется. Сегодня у нее самой, можно сказать, праздник и важное событие. На такое не каждый мужчина решится, не говоря о 9-летней девочке. Не по-женски экстремально отметить День защитника Отечества Вика решила сама. Говорит, раз уж два года дерется на боксерском ринге наравне с мальчишками, то участвовать в массовом обливании просто обязана. Мама поддержала, подружки удивились. Они сказали, ты точно будешь обливаться? Я сказала, да. Не боишься? Нет. Перед выходом на городскую площадь, где вот-вот начнется седьмое в истории Красногорска обливание холодной водой, Вика, как истинная дама, поправляет прическу и как настоящий боец разогревается. Бой с тенью упражнения, где боксер фактически дерется сам с собой, выполняет не зря. Для нее встать под ледяной душ значит закалить не только тело, но и душу, испытать спортивный характер. Похожее на волнение перед тем, как обливаться. Но ведь не каждая девочка выйдет на ринг и получит первое место. Я настраиваюсь на первое место и иду вперед. И сейчас так же? И сейчас тоже. Пока Вика разминается, перед площадью собирается группа поддержки. Зрителей явно больше, чем тех, кто вот-вот встанет под ледяной душ. На участие в обливании зарегистрировались 95 человек и большинство спортсмены клуба «Ярополк». Самое главное – это показать, что есть сильные люди. Холодная вода требует определенной силы воли. И не будем забывать, что холодная вода – это все-таки закаливание, омоложение и повышение иммунитета. А еще это настоящее шоу. Участники будут стоять в три шеренги по цветам российского флага. Бело-синя-красные не только футболки, но и ведерки, в которых стынет вода. Это яркое солнце обманчиво. В Красногорске сейчас мороз. Минус 6 градусов. И лично у меня от мысли, что кто-то сейчас выйдет и выльет на себя ведро этой холодной воды. Просто мурашки по коже. Она, правда, ледяная. Стоит здесь уже несколько часов. Даже руку долго держать невозможно. И вот кульминация. С отцами и тренерами на глазах у волнующихся мам. Маленькие спортсмены снимают с себя футболки. Вика чуть ли не единственная девчонка, но держится молодцом. Фото на память, горячий чай для каждого спортсмена, футболка от клуба в подарок. Прическу, которую мама так старательно собирала, развалилась. Но это уже не важно. Вика победитель для себя и своей семьи. Меня подогревало ребята, с которыми я занимаюсь, с которыми я дружу, общаюсь. Да. То, что мы вместе. И в Ярополке мы все одно целое. Поэтому мне было не так холодно. Теперь мне всё по плечу. Я теперь всё могу победить. А победить Вика мечтает на Олимпиаде. И теперь, считает, мама есть все шансы. То, что у дочери есть сила воли, она уже не сомневается. Остальной характер у Вики, скорее всего, от папы. Ему дочка и посвятила свой маленький подвиг этим морозным февральским утром. Елена Маркелова, Илья Егоров, Ирина Люлина. Новости 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова